Народное славянское радио 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 Кто не видел видео? Такое, вот с этим вот парнем. Вот с этим парнем. Про меня. Кто не видел? Кто не видел? Много. Ты не скажешь? Нет, ну, Кирилл Александров, преподаватели, они как бы не в курсе были. Так что минус два. Ну ладно, но все равно много. Так, оставь меня в интересную ситуацию. Что делаем? Ну давайте тогда будем разбираться, походу я буду что-то дорисовывать, чтобы те, кто не видел, это увидели. Значит, родовая нить, как жить без страхов, такая вводная часть, посвященная вообще тематике, а как жить на этой Матушке-Земле, для чего мы здесь сюда пришли и что мы здесь должны делать. То есть это самый-самый базис. Вот ниже этого базиса я ничего дать не могу. Самое-самое простое, что необходимо любому человеку знать до шестилетнего возраста, необходимо уже знать о нашей Земле. Дальше уже начинается все более интересное. Тем, кто в двух словах, если тем, кто не был, не смотрел, не слышал, напоминаю, что в той передаче было разобрано следующее. Физическое тело, оно есть некая, как хорошо подготовленная для нашей жизни биомашина, биоробот, само физическое тело. Есть мозг, биокомпьютер, который этим биороботом управляет. И если неправильно вы, как Высшее Я, как представитель рода, представитель Всевышнего, как представитель вообще всего разумного, что есть во Вселенной, не умеете управлять тем биороботом, который Вам дан для жизни на Земле, то есть этот биоскафандр, биоробот, как хотите, то в этом случае жизнь будет не совсем так, как бы она должна быть для Вас. То есть человек, придя в этот мир, должен разобраться, кто он, для чего он и что он должен сделать в финальную точку, куда прийти. Из точки А в точку Б. Если человек не умеет управлять своей машиной, биороботом, то в этом случае в точку Б попасть бывает довольно проблематично. Случается авария, но не умеешь управлять, понятно, столбы начинают дорогу перебегать, ковки подрезают, в том разборке и так далее. Появляются добрые люди, которые умешиваются в Вашу жизнь, хотят Вам другу помочь, потом Вы почему-то должны оказываться с этим людям, и Вас вводят в другую сторону. Такая простая игра, ничего сложного нет. Помните, сериал «Игры богов»? Как раз мы можем сказать, играем, 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 друзья. И для того, чтобы с этим всем разбираться, как раз эта базовая часть «Радовая нить, как жить без страха». Итак, сразу скажу, отвечая на те вопросы, претензии, которые под видео стали появляться, о том, что вот ты разделил биоробот отдельно, человек разделил с душой, человек разделил с сознанием. Я не разделял, я всего лишь на все показал, что есть составные, которые вкупе вместе. Но чтобы нам понять, необходимо как-то чуть-чуть вот здесь рассмотреть, да вот здесь рассмотреть, но в то же время понимать, что цельно. И то главное понять, кто здесь главный. Итак, все строилось на том, что существует самый главный страх для физического тела, для биоробота. Это был акцент, с него мы и начали. Самый главный страх. Те, кто смотрел, могут не отвечать, а те, кто не смотрел, давайте, форма у нас игры такая, форма разговора. Как вы думаете, какой самый главный страх для физического тела? Потеря тела. Потеря тела? Или повреждение тела? Повреждение. Повреждение тела. Смерти. 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 Есть вот такая рамка, где человек в физическом теле зажат, да? Поскольку есть органы осязания, обаяния, ну и так далее, вот тут чувств, да, различных. То он в этом случае ими ограничен. Согласны или нет? То есть вы не можете увидеть света, который превосходит, например, ультра, да? Или, наоборот, ниже, инфра. То же самое со звуками. Вы не слышите ультра, вы не слышите инфра, но они есть. И так далее, и тому подобное. Есть какие-то ограничения. Вкусовые, обонятельные и так далее. С этим согласны все. И вот как раз эти две рамочки я нарисовал вверху внизу, те, за которые человек со своим сознанием не может выпрыгнуть туда и сюда, но в нашем мире не существует. И вот тут как раз начинаются многие ломи копий, как так, я могу додумать и так далее. Вы, как высшее я, выйдя из тела, можете не то, что думать, это все можете увидеть. Но находясь в теле, эта игра в этом и заключается. Вот это все ограничено. Чтобы вы в полной мере насладились тем, что здесь есть. Чтобы вы в полной мере узнали то, что здесь есть. Поэтому, когда один человек сказал, ну я вот типа могу додумать, есть же еще абстрактное мышление, я говорю, нарисуй то, чего нет. Ну я нарисую, оно будет, ну понятно, но ты все равно будешь рисовать то, что твой мозг, то есть твой биокомпьютер сможет представить. А он это может представить из чего? Что он где-то видел, где-то слышал, кто-то показал, рассказал, понятно, да? То есть выше этого не примет, ниже этого не примет. Выйдите из тела, когда уже мера придет, вы это все увидите, все поймете. Для вас будет безграничено все. В данном случае границы какие-то есть. Итак, существует высшая также граница и существуют какие-то низшие границы, которые вот в этом все находятся. Высшая граница для тела, это правильно, это страх. Это самый главный страх смерти. Для тела. Не для высшего я, не для вас. Божественного страха нет такого, здесь на земле, игра. Но для тела страх я высший, это смерть. Он же под собой создает кучу других страхов. То есть для того, чтобы тело не умерло, что необходимо? Воздух нужен, дышать надо, да? То есть отравлен будет воздух, умру. То есть а вдруг там авария химическая, да? Страх появился маленький. Если я есть ничего не буду, я тоже могу умереть? Значит не будет еды, тоже можно умереть. Да? Он рождает, он под собой рождает. Не будет воды, тоже могу умереть. А почему не может быть еды, не может быть? А я не в том месте нахожусь. А я не имею высшего образования, не устроюсь. А у меня нет 100 друзей, у меня есть 100 рублей, которые заканчиваются, да? А у меня нет этого, у меня нет этого. А почему у меня нет этого? А потому что нет образования, потому что нет этого. И так далее. Начинается. И каждый из страхов выстраивает кучу, 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 кучу мелких страхов. В конечном итоге, в конечном итоге, все вот это забивает высший страх. Смерть. Люди начинают бояться всякой мелочерки. Вот чихнул, боюсь. Почему не знаю, но боюсь. Понимаете, да? Кошлинул, боюсь. Кто-то слово сказал? Боюсь. И вот отсюда, подчиняясь страхам, наше физическое тело биоробот. Начинает себя вести неадекватно. Он боится, что о нем подумают. Потому что если плохо подумают, от меня отвернутся. Отвернутся, я останусь один. Поднимаются страхи выше. Я останусь один. Не имею с того, друзей уже не имею. Деньги заканчиваются. Мне никто не поможет. И так далее. И приходят опять сюда. И так далее. И тому подобное. Низшие страхи управляют нами. А им управляют выше. Вот для того, чтобы разобраться с тем, что есть наша жизнь, как от этого уйти, необходимо не с этими разбираться. А вот с этими разбираться. А как с ними разобраться? А как сделать так, чтобы он не довел? А как сделать так, чтобы, используя настройки своего биоробота, био-тела, в то же время не падать в эту пике, чтобы не входить? И не быть подчиненным. Ведь еще раз говорю. Если человек живет низшими страхами, если он себя боится, то в этом случае им просто управлять. Как делают? На работе человек работает. Устал, да? К примеру. Приходит начальник, говорит, тяжело работать. Он говорит, незаменимых людей нет. Уходи. Я же не могу уйти. Ну что делать? Ну мне же... А я... Незаменимых людей нет. И человек опять на себя взваливает, потому что он боится остаться без работы, особенно во время кризиса. Правильно? И так далее. Понятна система пирамиды? То есть высший страх, он рождает в себе такой... Если с точки зрения высшего ясного, божественного, это как паразит какой-то, да? Но с другой стороны, нужно он или не нужно, как вы думаете? Нужно. А для чего он нужен? Для сохранения. Ну правильно, если мы выбираем вот это вот, да, то в этом случае что получается? Ребенок, например, не знает страха, изрочно не знает страха, подходит и говорит, о, 12 этаж, асфальт, твоя площадка внизу. Попаду я в нее, не попаду. Копа туда, да? Ну и все, жизнь закончилась. Вот. Другое дело, что все правильно же выстроено не просто так. Это все устраивается специально для чего? Для того, чтобы мы не смогли существовать. Вот теперь наша задача научиться это все дело использовать. Но опять же, напоминаю, что это все относится вот к такому веселому созданию физической тела. К высшему я, который находится вот здесь. Это отношение не имеет. Это все находится в мозгу физического тела. То физическое тело, биокомпьютер, биоробот, скафандр для жизни на этой земле. Если он управляет жизнью, управляет тогда высшее я-жизнью. Нет, не управляет. Наша тогда задача какая? Логическая. Сделать так, что все-таки высшее я управляло им. И вот эта вся система уже не была односторонней. А биоробот наш мог подчинять все, если хотел бы устраивать ее. И тогда все осталось на свое место. Понятно? Все просто. Это я так вкратце, вкратце, вкратце рассказываю. И в конечном итоге мы пришли на той лекции, семинар, занятия, беседа к тому, что хорошо бы как-то, чтобы тело подчинялось высшему я. Почему? Потому что высшее я там находится, где пределы книг, где границы. Оно все знает. А тело все натыкается. То здесь стена, то здесь какой-то неприятель показался. Другой сердце забилось, увидев свою противоположную половинку, да, и голова слетела, и так далее. А высшее я все равно знаю. Поэтому наша задача каким-то образом, дело так, что все-таки высшее я управляло, а тело каким-то образом подчинялось. Сразу такой вопрос. Почему опять ты типа отделяешь, почему ты вот таким образом говоришь, что тело подчиняется? Когда рождается ребенок, договор уже какой-то существует. Вроде бы казалось бы логичный вопрос. А с другой стороны, представляете, ребенок маленький, у него еще ничего не сформировано здесь, он жизни этой не видел. Да, есть какая-то родовая память, она еще не проявлена до конца, мозг формируется. Ведь привычка ребенка и умение определять свой-чужой формируется только году. Примерно, кто знает, да? Примерно год он уже начинает определять, что да, это кто-то из родственников, которые я где-то видел, уже фотографии остаются и так далее. Это в среднем у детей. Кто-то пора, что-то попозже. Если, например, папа уехал на неделю, в командировку возвращается, ребенок не понимает, что это такое, если до года. После года у него же память остается, он понимает, да, сводится, что папа приехал. Дальше правила можно уже увеличивать. Командировки там на полгода, до год, до 12-ти годов он все равно будет знать, что папа, вот так, ну и все хорошо. Вот. Поэтому договора как такового с телом быть просто не может. А что за договор сейчас я говорю? Да, те, кто слушали, понимают, как вам договор я говорю, а те, кто не слушали. И вот мы пришли тогда к такому мнению, что поскольку тело находится в этих рамках, оно находится на уровне демонического восприятия мира. Что такое демоническое? Это низкая энергия, это плоть, жесткое все, да. Но существует одна очень хорошая такая основа демонического мира. Там действует система договоров. Если сказал да, нарушить не имеет права. Вот так работает демонический мир. И этим, друзья мои, можно воспользоваться на благо и себя самого, на благо общества нашего, на благо общества нашего, на благо общественного мироздания. Что предлагалось сделать? Значит, честно поговорить с телом. Или чего-то это все рисовалось. Вы объясняете телу о том, что ты боишься смерти. Ну, сначала, с этих, может быть, доходят, это самое главное страха. Тело, ты боишься смерти? Тело говорит. Объясняйте, садитесь просто спокойно, чтобы вас никто не дергал, чтобы дети там не бегали, телевизор не орал. Садитесь просто спокойно. И начинаете сам с собой разговаривать. Да, сели спокойно. Начинаешь задавать вопросы. Со стороны высшего я, со своего канала, со своего родовой нити, оттуда. Тело, боишься смерти? Тело отвечает. Если правильно задать вопрос, да, боюсь. То, что были такие, нет, я ничего не боюсь. Начинаешь раскапывать, и там такой клубок страхов. Причем он даже вот до сюда не доходит, где-то так, внизу. То есть, честно поговорить. Тело скажет, да, боюсь. Что делаем тело? Тело стопорит. Потому что оно понимает, что помирать придется все равно. Ну, дружище, ну все равно же умрешь. Да? А он говорит, что делать? Тело в растерянности, мозг в растерянности, стопор. Все, рамки. Поставим рамки, причем без насилия. Дальше говорите ему, дружище, ты, конечно, можешь прожить 200 лет, из них 100 лет на карачках ползать. А можешь прожить, вот сколько нужно, например, 50, 60, ну в довольствии, в достатке. В том, который необходим. Не на золотом туалете сидеть. Не в платиновой тарелке есть. Нет, это не достатки. А в достатке, чтобы ты был спокоен, чтобы тебя окружали добрые, хорошие люди. Чтобы у тебя была полезная, интересная работа, или какая-то деятельность, или какой-то труд. Хочешь так? Ты говоришь, хочу. И причем, ты так проживешь здоровье, и все хорошо. И потом раз, спокойненько лег, попрощался со всеми, обнялся, дал наставление с улыбкой, умер. Тело говорит, здорово, хочу. То есть, не мучиться, жить сколько надо, не испытывать серьезных потрясений. Что для тела еще надо, да? Понимаете, как Абдулла говорил, хорошая жена, что еще для староста. Вот из этой же серии. То есть, задача у вас, как разумного, не умного, тело умное, а вы разумные, существа, сущности, высшее я, правильно построить беседу таким образом, чтобы тело согласилось. Оно соглашается. И после этого, говорите, а как ты этого достигнешь, чтобы не натыкаться на препятствия, чтобы не болеть, чтобы знать, как к чему-то прийти. И оно опять стопает, не знаю. Говорит, но я-то не нахожусь вот в этих рамках. Я-то выше, я ниже, я везде. Мало того, я составлял тебя со своими соратниками, со своими родичами, там, составлял тебя, писал тебе программу из точки А в точку Б. Кто лучше знает программу, ты или я? Кто лучше знает то, что в этой программе нужно сделать, ты или я? Тело говорит, ну, конечно, а ты. Ну, логично, потому что, по сути дела, вы вездесущий, всезнающий, вы, потому что вы часть того, кто есть вездесущий, всезнающий, да? А тело всего лишь навсего, некая проекция, маленькая, загнанная в рамки вот этого нашего маленького, аккуратненького мира под названием, кто-то называет, земля, кто-то, не важно. И тогда говорит, ну, получается, что ты должен руководить тело, говорит, вам, да? Ты должен руководить. И вот тогда, говорит, хорошо, тогда делаем следующим образом. Я обещаю тебе, что я буду делать все возможное для того, чтобы ты испытал только те какие-то потрясения, доступные тебе, чтобы ты просто научился через эти потрясения. Ну, прошел некую школу. Ну, когда человек идет качаться, качалку, да, он штанг, ну, тяжело же, трясение, стресс для организма вырабатывается, да, но при этом уже здоровее становится. Или там, в прорубь, раз, нырнул зимой, ну, страшно же, стресс-пирант, потом раз, здоровый какой-то появляется, да? То есть потрясения такие, которые не издевательские, а для того, чтобы здоровее становился. Обучение, там, тяжеловато, может быть, будет, но, извини, без этого невозможно. Продолжать разговаривать с телом. И вот, когда вы обо всем уже договорились, когда вы обо всем уже договорились, то в этом случае тогда тело говорит, хорошо, я тебе полностью доверяю. И вот тут вы уже, как седок, садитесь на коня и двигаетесь в светлое будущее в правильном направлении. Но в этом случае необходимо продолжать делать так, чтобы не просто вы договорились, как обманул дурачка, да? Чтобы такого не было. А чтобы на самом деле включился так называемый царь в голове. Вы уже ответственны за свое тело, за своего коня. Вы должны выходить, лелеять, дрессировать, управлять им. Сделать так, чтобы он ноги не сломал, чтобы ему корма хватало, чтобы он жил, ну, семья, чтобы была, чтобы вы продолжали свой род. Чтобы вы не троили себя алкоголем, табаком, другими наркотиками. Не занимались всякой глупостью, мысли не допускали. Об этом мы тоже, кто хочет спросить, как мысли не допускать, я тоже потом его рассказать. И так далее, там подобное. То есть, вы становитесь хозяином своей жизни, хозяином своего тела, хозяином своей земли, ну, вообще хозяином. Но если вы, не дай бог, сорветесь, если вы вдруг решите остановиться, отдохнуть, тело скажет, «Ты меня обещал? Ты меня с панталыку сбил? И как во все тяжкие пустятся?» И мало вам не покажется. В втором раз вы уже не договоритесь. Демонический уровень подразумевает исполнение условий договора с одной и с другой стороны. Нарушение вами договора приведет к плачевным результатам для вас. Вот вкратце я рассказал суть, то, о чем говорил. Вкратце. Ну, теперь давайте разберем, какие есть вопросы. В первую очередь для тех, кто слушал начальник. Можно, да? Называйте. Андрей. Андрей. У меня несколько вопросов. Первый вопрос, просто для прояснения. Что подразумевается под высшим «я», потому что каждый, как бы, это понятие воспринимает послужим. Второй вопрос. С кем конкретно в теле предполагается говорить, то есть с рукой, с ногой, там, ну, с какой частью тела. С правым ухом, да? Да, да, с правым ухом, кто конкретно предполагается, что будет отмечать. Третий вопрос. Чтобы разговаривать со стороны высшего «я», нужно сначала выйти за пределы, как бы, чувственного восприятия. Ну, того, которое принято, да? То есть за пределы органов чувства. Как в этом состоянии ему предполагается говорить, как бы, да, с низшим «я». Ты записал эти вопросы? Зафиксировал? Нет. Зафиксирую, чтобы потом не забыть. А вдруг я так начну развивать? Я не знаю. Вот. А, ну, собственно, пока. Давай так. Высшее «я». Берем волшебный карандаш, палочку Гарри Путера. Высшее «я» входит в состав того, что является высшим разумом. То есть бог, боги, сообщества, содружества богов. И кто-то называет всерот, ну, всебог называет род, кто-то называет рамха, кто-то называет абсолют и так далее. То есть это проявленная часть персонализированная, имеющая некое четкое представление там, вот ячейка ваша, где вы являетесь там уже, ну, личность не совсем хорошо, потому что личность это подразумевает лицо, да? Ну, условно, личностью там. И в то же время вы не отделены от всеобщего. Ну, то есть это монада, да? Можно называть монада. То есть высшее «я» — это когда человек, ограниченный своими интересами, условиями жизни, может понять, что что-то здесь есть такое божественное, что отличается от физического тела, но присутствует в этом же физическом теле. Вот это есть высшее «я». И тогда вот через это, вот все равно выше этого же не залезешь, да? Вот я уже не просто обрисовал с этого, да? Выше этого не залезешь. Но хотя бы он начинает осознавать. И задавайте себе вопросы, а кто я? Откуда я появился? Вот если вот эти вопросы ребенок или взрослый начинает себя задавать, это говорит о том, что высшее «я» не присутствует. А там, значит, есть высшее «я», там есть совесть, есть разумность и многое, но еще чего другое. Поэтому высшее «я» — это часть того, что называется божественное проявление, божественная структура, бытие, всемирие, всевремение и так далее. Понятно. Дальше, вторая часть вопроса. Вторая часть вопроса, с кем конкретно ведем диалог? Круг над имени тела. Есть тут два полушария, у кого-то полузадия, к современному, если так говорить, к сожалению, да? Ну, довели нас до такого состояния, что полушария, а не что здесь, что здесь. Иногда путают. Что переверни, и так будет, и так будет, как песочные часы. Только тут ноги, а тут руки, кажется. У кого-то и руки оттуда растут. Ну, давай. Ну, давай. Значит, вот эта штука — биокомпьютер. Если это биоробот или скафандр, то это биокомпьютер. Биокомпьютер, слово компьютер означает, что есть какая-то вычислительная возможность вычисления, каких-то расчетов и так далее. И без этого человек здесь существовать не мог. Потому что он и накапливает информацию, знания, он их и объединяет, он их и упорядочивает, он и дрессирует, вот теперь еще один термин, подсознание. Есть сознание, то, что человек осознает, причем сознание есть на вот этом уровне, а есть высшее сознание. Кто-то говорит о сознании как о высшем проявлении, часто высшее я называют сознание. Ну, есть вселенское сознание, да, всемирное сознание. Я в данном случае сразу уточняю. Я говорю про эти рамки. Сознание на уровне. Что это такое? Дерево. А что это такое? А форма. Ага. Так, а вообще что это такое? Ага, это стул. Все. Осознал. Это стул. Понятно, да? Это сознание. Сознание через как раз восприятие. Да. Через нашу... Посмотрел, понюхал, на зуб попробовал. Лизнул там, да? А, стул. Точно стул. Не обманули. Вот. Кто-то рассказал о чем-то, а он себе представил. Тоже сознание. А вот когда сверху приходит, с высшего сознания, да, вот это вот разумение. То есть, почему я говорил разумность и ум. Разум и ум отличаются. Ум это вот это как раз операция. Оперирование тем, той информации, которая знаниями, которые появились у вас когда-то. Это ум. Вот это и есть компьютер. Он рассчитывает. Он умничает. То есть, разговор ведет... От слова уметь. Ум. То есть, разумение. Это когда что-то пришло, но еще не уложилось. И он постигает. Человек постигает. Вот оттуда пришло. Мысль же, она не в человеке находится. Мысль приходит. Через что приходит? Понятно, да? Да. Мысль пришла. Он это разумел. Дальше компьютер это по полочкам разложил. Это стало умением. Он теперь умеет этим оперировать. Он этим умеет мыслить. Он этим... Это умеет применять жизнь. Ночью подними человека, который умеет к станку поставить. Который умеет за станком работать. Он... Ух... Ух... Вызевает. На, держи. Пошел дальше спать. Ух ты, проверю. Все подходит. Все равно. Вот это умение. Разумение это первая стадия. Умение это уже... Понятно, да? Вот умение это ум. То есть, высший разум разговаривает с низшим разумом? Не с низшим. Просто с биокомпьютер... Он сбил компьютер. Ум. Да, потому что сейчас, если бы мы жили в правильной ситуации, в нашем ведическом, древнем, в нашей древней пустое, нам вот такой глупостью не пришлось заниматься. Это, по самому деле, глупость. Это уже безысходность просто. Когда безысходность, надо приходить в глупости. В детской глупости. Довольно у меня детей опускаться. Глупость это не дурность. Глупость это когда делать какие-то поступки, которые взрослым не может... Ну, зачем ты сделал-то, да? То есть, говорят, глупенький. Но глупенький хорош чем? Он может стать умненьким. Он позадавал глупых вопросов. Глупышка такая. Вот родился, он чего не знает. Ой, это что такое? А это что такое? А это зачем? А это как? А что это такое, да? Ой, больше от меня берет плохо похуй. Да. Вот, понимаете. То есть, вот приходится нам сейчас, взрослым людям, разбираться в том, что для детей те времена, в далекие, было и так все понятно. Они даже не разделяли, на сказках учили, примеры, ведуны, волхвы, бабушки, дедушки, все рассказывали. Нам сейчас приходится этим заниматься. Вот, поэтому разговор ведется с Зашуренным, сознанием, вот этого, если тебе слово низший порядок нравится, не должно быть. Мне ничего не нравится, я просто хочу терминологию. Вот, значит, разговариваем с сознанием, которое здесь умничает, в уме находится. Это ум. Да, ум. Биокомпьютер наш. Где ум, извините, я послушаю. Вот в этих вот двух полушаретах. Ну, они у всех. Понятно, да? То есть, он же зашел, он смотрелся телевизор, смотрелся Дом-2, он читал всякие глянцевые журналы. Он же умный, он знает, как надо прийти на биржу, какие-то ставочки поставить, он знает, какую-то жену выбрать, чтобы была красавица, два высших образования, тонкий подход и шарик в газон, да? Чтобы все было на месте. Вот. А жена знает, какого мужика себе надо подобрать, женщина, чтобы он это, 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 это. Ну, это может потом, а главное, чтобы это, это. Че, в шалаше, что ли, жить-то, да? Чтоб машина была, а дети, ну, одного для здоровья, как говорят, да? Для себя, трохи. Вот. Ум, он зашел, поэтому приходится вот опускаться до такой глупости и разговаривать с этим умом. Но эта глупость срабатывает, то, что ум сам глупый, какие бы знания у него, казалось бы, не были, знания, ну, знать, нять, нять, принять, отнять, унять, да, нять. То, что стало его уже, он с этим живет. Уровень подсознания говорит о том, что даже если человек находится не в сознании, он не осознает, что он делает, но подсознательно он все равно эту программу выполнит. То есть человек сейчас живет на уровне программ. Вот обратите внимание, я приводил пример, в той лекции, едет водитель. Первый день самостоятельной поездки, сидит рядом жена, да? Такой анекдот. Едет скорость 40 км в час. Он все бибикает. Давай, быстрее, тут 90 можно. Вот он едет, нога с так дрожащей ногой, руки дрожат. Во рту все пересохло. И вот так, жена, у меня форточка открыта. Да, вот, спасибо. А через год он едет, вот так уже, да, там и разговаривает, и музыку переключает. Почему? Потому что программа вождения уже настроена. Уже он едет и обращает внимание на знаки. И он говорит, что это за знак такой? Ну-ка, посмотри, жена, там человечек нарисован. Да? О, это вот это, вот это. А почему в треугольничке? А это не то, знаете, в треугольничке это вот это. А, ну да, все, притромозить надо. Там, да? Циферка 40, что написано? Там, да, и начинаются разговоры. Это ограничение или там это, или то, или все. Вот. А дальше уже подсознание, работая по программе, которая ум надрессировал, тут же еще у нас, они делятся еще горизонтально, да, есть то, что познает, есть то, что фиксирует, есть то, что исполняет. Да, мозг так хитро устроен. Познание, фиксирование, наработка и исполнение. Вот эти программы находятся в исполнении. Это уже подсознание. То, что человек не может осознать, он не может объяснить, он просто делает. Вот почему он привел пример, когда ночью человек встал, там, надо гайку накрутить, да, какая гайка, три часа ночи спать хочу, крутить надо, ладно. Он по программе делает. Он накрутил ту гайку, на, держи, все, пошел дальше спать. Вот это уровень подсознания. То есть работает тело, дрессированный, это уровень. И вот, к сожалению, в этот уровень подсознания вошли вот эти все дурацкие программы, Дом-2, там, всякие шоу, такие юмориные, все остальное. Человек живет имя. То есть, какая самая примитивная программа? Будильник звонит, человек быстро залезает в какой-либо костюм деловой, там, волосы, кому надо, у кого еще остались, порядок приводит, что-то там в себя засунул, кто успевает, в транспорт влез, до работы доехал, там выполнил функцию, в обед пошел, что-то там еще в себя засунул, да, и поехал уже домой. Домой приехал, тут, если это женские направления, то начинается быстро готовка, уборка, если это мужское, это быстро пиво, газеты, там, диваны, телевизоры, что-то еще и так далее. Вот это дурацкая программа, которую, почему люди умирают, когда уходят на пенсию многие? Потому что программа действует, а она остается, она неисполнима уже. Если человек не может перестроиться, если он не видит что-то нового в жизни, он не настраивает новую программу, тело начинает разрушаться. Вот это как раз уровень подсознания. Понятно, да? Подсознание то, что управляет уже на автомате, автопилот. Вот это подсознание, еще один термин, да? Значит, есть сознание, то, что человек осознает, есть подсознание, то, что человек уже исполняет, есть высшее Я, вот эти все термины разобрали. Так, и третий вопрос, как договор? Вопрос самый главный. Как выйти за пределы чувственного ума, когда отключаются все органы чувств, из этого состояния можно разговаривать? А я уже подсказал, практически сказал, как это делается. Ничего здесь сложного нет. Просто вы, когда люди, которые собираются, смотрят такие видео, то в этом случае, это говорит о том, что вы уже находитесь на уровне, перешедшем в следующий этап своего развития, когда вы задаете вопрос о себе, кто я, для чего я, куда я должен прийти. Это говорит о том, что вот эта штучка, высшее Я, по родовому каналу или по родовому нитю пытается до вас, наконец, достучаться. Парень, ау, ау. И ваше тело каким-то образом, по его помощи, или кто-то оказался рядом с вами, кого так тоже двигают, или что-то случилось, вас направляют в нужное русло, на нужную дорожку. И вот тогда, когда у вас возникают вопросы, значит, мир не просто так устроен, что это значит, у него более интересно, чем я себе представить, то в этом случае тогда вы находитесь в том состоянии, когда уже можно разговаривать со своим телом. Как бы со стороны по-идиотски это ни смотрелось. Только не делайте это рядом с соседями. Не делайте это с теми вашими родственниками, которые еще в этом не задумываются. 0,3 приедет к вам сразу. Вот. Имейте это в виду. Только никому не говорите, что вы, что вы, что вы. Помните, да? Ответил? Ну, не ответил. Уточни. Нет, ну а что уточнять? Это состояние практически медитативное, когда сознание переходит... Не совсем так. Ну, я сейчас скажу просто, да? То есть мозг выходит на уровень активности там альфа, может там тета, дельта там и так далее. В этом медитативном состоянии невозможно разговаривать. Когда начинается диалог, ты опускаешься опять же на тот уровень. Так я тебе хотел даже ответить. Нет. Никакой медитации здесь не надо. Наоборот. Тело должно осознавать все, что происходит. Я же говорю, тело должно ответить на вопрос утвердительный. Ты помрешь, как это, знаете, анекдот? Доктор, а я умру. А как он же? Вот это же сирия. То есть очень четко все. То есть... А как понять, что оно ответило? Ну, это игры разума получается. С одной стороны, да. Но как раз, когда происходит разделение, вот этот арбитр-то и он может туда внедриться. До этого стопор, до этого пробка. Он просто не может... Он говорит, что ты делаешь, успокойся. Я тебя не слышу вообще. Да остановись, ты не делаешь. Да что ты там говоришь? Бабах. Ну, что ты молчал, чего не предупредил? Да? Вот это же сирия. То есть никакой медитации здесь не надо. Здесь наоборот. Здесь вы задаете вопрос телу своему. Тело, ты боишься? Вот когда вот это все разобрали, да, пирамидку, вы уже представляете. Ты вот этого боишься? И тело, честно говоря, да, боюсь. То есть мурават, полу, 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 полу. Можешь так себе представить? Как тебе удобно? Ну, как тебе удобно? Ну, как бы это шизофрения. Ну, то есть это какой-то спектакль получается. Это с одной стороны спектакль. Игры раума. Шизофрения, знаешь, чем шизофрения хороша? Если она управляемая, она приводит к положительным результатам. А если это вулканическая неправляемая шизофрения, или вялотекущая, да, то в этом случае тогда она приводит к плохим результатам. Мы себя можем вести в это состояние, специально, контролируя. И вот тогда, когда... Ведь мы же не заставляем тело, чтобы оно пошло к другому дяде, к нему присосалось, или возьми там себе ошейник отдела, возьми, води меня там на улицу погулять, там на работу, в магазине. Мы это же не делаем. Мы договариваемся сами с собой. И вот только в этом случае высшее я, родовая нить, может активироваться. Это уже было проверено неоднократно. Вот я говорю, казалось бы, бредово звучит, но это действует. А что разве состояние медитации? Невозможно разговаривать с родом или с представлением? Можно. Можно. Состояние медитации подразумевает, что как раз у вас некоторые центры отключаются, они находятся в спящее состояние. А нам нужна разумность. Мы, не забывайте... Активная медитация. Я употребил слово демоническое. Помните, вначале? Демоническое это расчет. Демоническое это расчет. Когда оно четко понимает плюсы и минусы, выгоды. Если демоническое не подключается, все, ничего не получится. Вы договаривались с чем? С этим. Вы говорите, ты хочешь? Что этого, этого? Мороженое. Мороженое. Как зовут? Евгений. Проблема такая. Я не знаю, что у меня точка А, что такое точка Б. Возможно, у меня нет контакта с этим высшим. Точку А ты знаешь, ты из-за него вышел. Я знаю. А Б не знаешь? Да. Я, если быть честным, я не имею права вести означенный диалог. То есть я грифую фактически. Потому что я не могу сказать телу, что я знаю, куда тебя вести. Я не знаю, куда вести. Это проблема. Пока он не выйдет за пределы. Стоп своего ума. Стоп. Во-первых, да, тебе никто запретов не ставил. Во-вторых, оно твое. И в-третьих, как только ты договариваешься, вот это как раз родовая нить начинает активироваться. И ты начинаешь уже получать информацию. Ты раскрываешь этот, грубо говоря, канал информационный. Если ты не веришь в то, что вот это откроется, тогда тебе не нужно ничего говорить. Не нужно договариваться. Живи как жил. Пытайся через мозг познать высшее. Это невозможно. Тогда ничего не будешь. Что такое вера? Я очень хочу, чтобы это открылось. Я верю, что это может открыться. Ты веришь на каком уровне? На каком уровне ты веришь? На уровне бытового? Какие сложно? На уровне бытового? Я очень этого хочу. Какой это уровень? На каком уровне ты веришь? Вера же это слово. Тебе, Сергей, лучше? Соответствующему развитию. Скажем так. Ну, вера, давай так. То есть это не бытовой уровень? Вера, один человек сказал другому, что бурундук это птичка. я верю что пучка сказал он это вера на бытовом уровне авторитета дальше кто-то кому-то тоже сказал что-то тоже на уровне бытового тоже вера а какие еще уровни а еще есть вера это ведание знание того что является всем то есть божественной мудрости ведание не просто верю а я ведаю познаю вот это и есть настоящая вера ну наверное нету вот то есть скажем так пока еще чуть-чуть не дотянул до какого-то момента причем здесь не обязательно стоять с какими-то сектантами не обязательно там какие-то умные книги читать это осознание осознание уже более высокого уровня не того о котором я тоже говорю если у человека этого нет то где-то нельзя сделать это при помощи медитации но с другой стороны опять же вот сегодня мы разговаривали здесь да круг стоял и есть свобода выбора какой вектор ты в себе прокладываешь то с тобой происходит мысль материальная куда направляешь мысль туда будет энергию где энергия того происходит что-либо нужное тебе можно пойти этим путем то есть происходит если ты в это веришь если ты этого желаешь желаешь хорошо ну я с этого я начал я это очень хочу хочешь или желаешь хочешь ну какая разница большая ну хорошо желаю товарищ прапорщик крокодилы летают ты что сумасшедшие крокодилы какие летать могут а капитан сказал что летают да ну не зенку так знаешь а генерал сказал что высоко только это не сначала не зенку мы когда разгонятся знаешь как взлетают вот ты сейчас говоришь ну хочу я не вижу разницы в этих словах а не слова в понятиях то есть давай так мысль материальная ты убеждался хоть раз в этом или не убеждался 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 значит хочушки одной здесь недостаточно да ради бога я желаю желаю молодец то есть если вдруг ты желаешь попасть в туалет не надо туда хотеть надо просто идти туда в туалет если ты желаешь оказаться вот здесь ты не просто хочешь ты исполняешь желаешь исполняешь мысль направлена понятно как что и твое желание воплощается а хотеть можно бесконечно долго слово жалование благодарю я под словом хочу подразумевал именно желание теперь у нас есть понятие да отлично то есть то есть куда ты выстраиваешь вектор туда течет энергия где есть энергия там происходит воплощение внутри человека где есть куда направлены мысли там есть туда идет энергия туда идет кровь да или наоборот кровь там энергия ну можно связаться так и так а во внешне то же самое я желаю этого почему желаю а потому желаю а первое а вот для этого вот это мы сейчас говорим о знании своего предназначения для начала нет для начала выстраивания вектора для начала выстраивания вектора ты не видишь его, но для начала хотя бы вектор выстраиваешь вектор своего движения ты задаешь задачу, смотри давайте так, еще проще скажу вот все, что находится выше вот этого то, что называют космический разум все богы, как угодно это некий большой-большой такой ксерос который получает от вас что-либо потом это обрабатывает копирует и дальше в большом или объеме количеств копий или в большом формате вам обратно отдают то есть, если человек от себя сеет негатив ксерос получает негатив и на тебе, дружище распишись по полной программе твой же негатив через правильно других людях или обстоятельства происшествия получать если ты сеешь добро так далее если ты желаешь через доброту через осознание что ничего плохого в этом мире нет хотя бы так ну, если не получается да, хотя бы то выстроить то в этом случае все равно будет получаться то что ты желаешь то есть, говоришь я хочу разобраться вот в этом я желаю разобраться вот в этом и я буду разбираться вот в этом заказ принят теперь все принято вот с этого начнем просто поставь цель и оно случится тяжело бывает потому что я говорю вот еще иначе зашоривание очень сильно зашоривание мы и не понимаем слов не понимаем значения у нас подмены мы не понимаем для чего что-то делать и так далее как-то надо выходить если ты здесь находишься ты уже понимаешь понимаешь, что что-то в этом мире не так происходит надо что-то менять это правильный путь уже правильный путь а вот как ты дальше будешь им управлять, куда двигаться это уже ну, можно отдельно поговорить но мы сейчас просто немножечко про другое говорим мы говорим следующий этап уже так, кто что хотел сказать? Виталий Виталий ну, нарисованные модели такой парадокс такой, сразу заложен то есть в данном случае один скафандр объясняет кучки других скафандров по поводу того что какой-то высшее я с кем-то должно разговаривать что за примеры? ну, это вот парадокс потом второе если я этот скафандр сузок заложил в него определенную программу почему я ее не должен использовать? я должен от тебя показаться а, кто исходил, что не должен? ты наоборот помогаешь эти программы проявиться наоборот ты помогаешь скафандру развернулась, да да, он ее схлопнул потому что там дом-2 виталий программа имеется в виду жизненные предназначения скафандр 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 чем отличается от скафандр в который сейчас космос летает в этом скафандре есть очень умные компьютеры в том случае если вдруг вы как космонавт находящийся на этой земле вдруг заснули ну, это бывает же да, расслабиться надо то скафандр все равно будет исполнять те предназначения которые в программе заложены но программа очень упрощенная будет и когда он делает шаг тот другой может подойти ваше новое чувство нужно направить вы же спите ну, это шагает шагающий экскаватор такой да, он я робот я робот я сошел с ума да, ой задача какая задача сказать оп, оп, оп это я о, да, да это я что такое куда ты идешь ой, е, куда я иду ты нам сюда идти задача, чтобы наоборот проявилась вот это вот из точки А в точку Б а это возможно только когда вы как космонавт находящийся в скафандре все-таки хоп, все беру управление пост дал пост принят все так, идем не туда меняем курс все, есть скафандр выполняет то есть задача состоится к тому, чтобы проснуться конечно конечно вот эта штука по секрету скажем никогда не обрывалась там не спят вы там не спите вы просто не можете достучаться не можете потому что зашурен но так устроена система последние несколько тысяч лет она так устроена что необходимо было гайки закрутить необходимо было тормознуть большинству людей иначе здесь просто каюк бы был все а как приснуться-то можно добавить не спеша начинай разговор с вас уточнить уточнить кажется поскольку контакт никогда и не обрывался вот это высшее я оно и управляет движением и хотя как бы вот этот экскаватор шагающий кажется что он ничего не соображает его направляет до тех пор пока он не ткнется лбу объясняю все правильно все правильно все правильно значит так во-первых отвечаю первой части вопроса дело в том что он не терял никогда наблюдения связь не рвалась если порвалась связь все ну смерть просто пришла и все вошел человек и упал что с тобой я умер ну понятно идем дальше но вот здесь грубо говоря все такое ведрышко знаний находится да ведрышко знаний находится и сюда как мусорная ядро все кому не лень проходящие телевизионные программы плюют журналы глянцевые туда летят там теща умная появилась кровь умная появилась сосед умный появился начальник умный появился и они забили он понимает что он все чувствует вы все чувствуете вы не можете оборваться но вы не можете уже пропиться невозможно что происходит когда происходит вот здесь появляются такие же какие-то друзья со всех сторон которые начинают пинать теперь нарисовали вот идет вот этот шагающий биоробот вот такой туннель вот этот так вот вертикально нарисован здесь горизонтально значит вдруг кто-то ножку повернул он идет сюда ба-бах а тут стенка звездочки сглаз волшебный пендель получен он на стенке отскакивает курс немножко скорректировал но в конечном итоге все равно он приходит в стенку ба-бах опять грабля там лежала шишань еще одна появилась звездочки красиво иллюминация и так далее и так он будет бесконечно но в этом случае прямого хода нет есть вот такое в конечном итоге он пройдет анекдот про англичанин и чук-чук помните нет послали их рядом с водопадом Ниагара посмотреть как представители развитой цивилизации и неразвитой могут рядом существовать ну вот выжжут они или не выжжут приедем к ним через месяц и уехали продуктов оставили и уехали через месяц улетают аккуратненько подобрались смотрят чук-чук такое ухо здоровое а англичанин вот такая шишка здоровая подрались что ли там ухо отянуло шишку набило не будем лезть ученые прилетели давайте понятно я вспомнил хорошо анекдот номер три здесь дамы а вот значит ну все это наблюдают вдруг так чукчат что там шинкует водопад рядом ой а все это там сумит дурак это не агара шишка большая да шишки большие но ведь можно без шишек пройти естественно что вот эти рамки выстроены все равно так или иначе программа она настроена на что-то но болевые ощущения просто проявлены ну пендалей волшебных будет больше граблей будет больше это же не ваша стезя вам сюда не надо идти понимаете поэтому вот эта корректировка она с вами происходит а корректировку кто производит он тоже стены не выстраивает на самом деле да тут бандиты оказались которые ты пошел вот тебе не надо они с тебя там раздели тебя навешали тебе потом в больнице очухался под капельницей где кто это такой а понятно сюда больше ходить не буду научился сюда ходить не надо потом значит говорит я хочу стать звездой да и пошел туда а там его встречают такие ну че пацан да ой я не туда попал туда туда та-ра-ра-та-та-та помните на полицейской академии как я там два попали та-ра-ра-та-та-та вот из той же серии ой не туда вырвался ну и так далее вот эти все вот эти все установочки они есть конечно же есть но просто я же предлагаю путь-то простой из точки А в точку Б попасть в правду а вы то говорите как вот представьте представьте себе что у вас в руке например метровый ну метр ну как 42 ну лучше метр привязывайся к французской системе нет, вчера просто уже было мы его делали метр 42 он нас с собой метр 42 метр 42 а лучше давай 44 метр 44 любимый размер метр 44 мой любимый размер каком был цвета мой любимый цвет так вот вот представьте у вас вот такая вот линия да вот больше этой линии это ваша мера мера дальше смерть понятно да мера вот больше вот точка А точка А точка Б для того чтобы вы свою программу жизненную исполнили вам необходимо из точки А в точку Б попасть вам необходимо встретиться с людьми взять какой-то груз нагрузить мозгоклюзку свою да чтобы она что-то подготовила и мы с этим отсюда ушли и так далее то есть что-то выполнили но по каким-то причинам встречаются или вот эти пацан или хара-та-та-та-та да или что-то еще и вы начинаете смотреть ой а у Дуни там вот так она прям фотомодель и вот такая вот тетенька идет в фотомодель да она хочет быть как та значит она надевает себе топик там еще чего-то тут у нее все висит ну ничего она идет она идет сюда где фотомодель ей говорят слушай красавец ты здесь на вашем случае уборщица можешь работать только не в кадре да вот она понимает значит уже не 144 уже 20 отсюда ушло пынс да говорит нет фотомодель не мою иду в другое место ой вот там значит это в институте я знаю хорошо учатся потом там они в МИД идут грубо говоря да а она разговаривает вот так вот а она а хочет поступать по телевизору чтобы в МИД ее показывали пресс-конференции вести к примеру да она идет в МИД вот сюда еще минус 20 потом она увидела кого-то еще вот сюда вот так и все вот тут закончилась ее жизнь 144 израсходов 144 израсходов все ну линию да мы можем ее так расходовать а можем и так разложить в точку Б не попало что дальше это делать а дальше придется обратно возвращаться дальше придется что-то придумывать чья это проблема вам создавать тело придумать новую программу а вас там пинают родичьи мы тебе зачем тут послали ты что там послала на его за елочкой понятно да он еще раз ходил за елочкой это совсем другая страна короче а зачем она его послала за елочкой то есть отвечая на вопрос другие другие люди которые вокруг вас таким образом вам помогают разобраться в этом мире вот эти которые вокруг стоят и вот это что я нарисовал чтобы вы не ходили куда не надо через них приходится если вы сами не понимаете то через других кто является пастухами гуру кто там у нас еще есть светила всякие учебные ну умные которые в ухе поговорят а вы знаете что там на луне вот примерно так а когда вы держите себя в руках а когда вы управляете своим телом то в этом случае вам вот эти уже помощники не нужны ни бандиты ни эти самые вот и в этом случае уже проще дойти поэтому как бы это ни казалось шизофренично вырваться из объятий современной цивилизации другим путем у 99% людей не удается поэтому я и дал такой способ очень простой очень примитивный но с другой стороны еще раз есть конечно страхи а вдруг я подключусь туда а мне потом скажут а что ж ты обещал это один из этих страхов он здесь находится все страхи земные как бы это парадоксальное начало идут сюда к одному страху то есть если тебе не удастся это все получить ты договорился не удастся получить в конечном итоге тело в конечном итоге тело пойдет в разнос и ты погибешь все равно сюда все приходит кстати был еще один вопрос можно? теперь все насчет страхов ты утверждаешь что у высшего я страхов нет да? а страх не выполнит свое предназначение высшее я не имеет страхов почему? потому что не страх и смерть там бесконечности а высшее я бессмертно? конечно там бесконечности с точки зрения физического тела она бессмертна конечно с точки зрения тонких миров она очень даже смертна это игра которая здесь затевается на земле с точки зрения высшего я с точки зрения всебога это даже мигом моментами назовешь это вот знаешь что я садишь я не говорю о физическом уровне я говорю о тех я понимаю да 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 но те миры, ты их можешь осознать если ты даже свою тему не знаешь до конца я все время я не могу принять тезис что Высшее Я не испытывает страхов там тоже страхи есть только не такие давайте говорить про то, что мы сейчас можем сказать я всегда говорю когда меня спрашивают о чем-то а вот что там а вот как там если мы говорим о том, что мы сейчас можем то, что знаем, то я не могу говорить о Высшем Я и не могу говорить от Его имени тогда не надо тогда вся методика идет извините, не понятно наступит, понимаешь, что время моя задача бросить зерна когда они прорастут они прорастут то есть методика-то непростая для кого-то непростая кто-то хватает сразу я сей зерна, я даю всего лишь на все направления не пытаясь что-то срубить смотрите ну скажем так имея некие возможности получения информации оттуда неужели бы я не мог например сейчас сделать организовать какую-то секту имени себя да запросто неужели бы у меня не было например самолет сказать ну вот Бог хочет, чтобы у меня был самолет скиньтесь, ребята у вас потом тоже будут самолеты ну просто же делается примитивный уровень но я этого не хочу мне этого не надо у меня нет желания это делать я делюсь тем, что необходимо сейчас я думаю, ты даже знаешь что тебя за это потом поговорим иной это уже другой вопрос просто мне нет желания вот чтобы у меня нет а почему этого желания нет это уже другой вопрос так вот я сей зернут которые заставляют тебя мыслить которые заставляют тебя думать которые движутся Выбросив мусор, пробивается канал, он начинает двусторонне работать. И в конечном итоге ты садишься и включаешь управление шизофренией. То есть этапность нужна? Кому-то нужна. Задачи. Нет, ну в принципе. А кому-то нет. То есть сначала какой-то физический уровень осознать, потом очистившись, переходишь в другой уровень, и соответственно уже новые задачи чувствуешь и возможности свои. И так выше, выше. А сразу этого не ощутить. То есть еще не хватает вот этого, что, да? Пусть будет так, да. Значит, просто в одной из групп, где ребята занимались определенными практиками, у 80% это сразу все включилось. Сразу, без разговоров. Они даже вопросы задавали. Что это включилось? Вот о чем я говорил. Смотри, что сели сразу, когда он договорился с этим телом? Да, сразу, моментально. И все сразу включилось. То есть там вообще легко стало, хорошо звучать. 20% находились, надо подумать, ну оставшиеся, надо подумать. То есть для них это не была какая-то такая вот тайна за себе печателя. Они где-то догадывались. И мои слова были подсказкой для них. И сказали, слушай, 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 а вот-вот-вот-вот-вот-вот, да, мы об этом как-то, а ты сформулировать нам помог. Я же не формулирую за вас все, я помогаю вам разобраться. И не более того. Кстати, я учусь вместе с вами. Вы мне помогаете. Вот у меня не прям против. Я ведь какой гад-то, да? Ну да. Я же расчетливый. Алексей, ты сказал... Ты что, это спасибо за волшебные пеньги? 80% попробовал, и у них все получилось. Они не вороли, а сделали это. Они даже не пробовали, они просто сделали. Здесь пробовать нельзя. Стало легко, хорошо, замечательно. Это вот в смысле, когда у нас попробовали. И какая у них потом жизнь пошла? Нет, Женя, а ты возьми, попробуй, и увидишь, как у тебя жизнь. Нет, взять тут пробовать, ты, понимаешь, сразу дети бывают. Как их попробовать? Ну да, страшно. Что тут страшно? Нет, надо просто делать. Берешь и делаешь. И делать выводы, что с тобой происходит. Мы же не знаем, почувствуешь ты или не почувствуешь правильно. Надо же брать клокошки, значит, со стены. Нельзя мужчину с женщиной познавать. Сразу берешь жену и знаешь ее всю жизнь. А так вот попробовать, и ходим пробуем, блин. Нет, он не бурьянит, Женя. Женя, ты бурьянич? Нет, нет, он не бурьянит, но ему как бы неспокойно. Я могу предложить вариант. Наркоз? В этой схеме везде говорится о движении, так или иначе. И Алексей показывает способ движения. Ну, там, один из многих, хороший, отличный, великолепный. А Женя двигаться не хочет. А я же не заставил. Секунду, секунду. Нет, нет, нет. Ну, хочет, он сказал. Тихо, тихо. Вот здесь есть определенная проблема, нюансная проблема в том, что если высший я хочет, чтобы ты шел по этому коридору прямо, или криво, или еще как-то, и обычно все так или иначе хотят услышать, ухватить и пойти. Может быть, высший я хочет, чтобы ты не двигался, сидел. И вот здесь возникает вообще тяжелая ситуация. Все кругом идут, а ты сидишь. Все уже предназначения свои выполняют, да? Все пошли, а ты сидишь. Потому что твое предназначение сидит. Вот нюанс, вокруг которого, похоже, он ходит. Я не говорю, что это так, но так слышно. И дальше мы возвращаемся к страхам. А бояться-то этого и не надо. Сидеть тебе надо, не всем идти. То есть отряд не заметит потери бойца. Но суть в том, что все твои вопросы исходят вот из этого. Значит, посмотри, внимательно прислушивайся к себе, проанализируй, ты найдешь что-то до этого. Деваться некуда. Понимаете, тюрьма большая, но все равно тюрьма. За пределы не выйдешь. Вот. Я все еще так... Нет, ничего, пожалуйста, коридор еще есть. Еще есть, ну, как сверху, снизу, смотри, с боков, там, как тебе нравится. Это твое дело, я ни в коей мере никого не призываю. Я барабан тебе не выдам, флаг тебе не дам. Не скажу, какое светлое будущее тебя ждет. Нет, ну ты ответил на мой вопрос, в принципе. Хорошо, я уже рад. Так вот, почему я не говорю, я начал говорить до этого, почему я не говорю никогда про высших богов, про сущности? Когда у меня человек говорит, вот расскажи нам вот это. Да я могу тебе рассказать, дружище, а зачем тебе это? Ты же не сможешь это представить. Ну, представьте себе, трехмерное пространство. Ну, мы это можем все представить. То есть четвертое измерение времени. Причем время не линейное, да, время имеет особенности, которые зависят от нашего восприятия, от наших притеканий энергии, да, скорости, мысли и всего остального. Внимание. Внимание, ну, чего угодно, энергия, внимание тоже, энергия. Ты же концентрируешься на чем-то. Вот, поэтому, вот мы живем в этом трех-четырехмерном пространстве. Например, что вы можете понять по блоге, к примеру, если я о чем даже вам расскажу, который живет, например, в 128 пространственном измерении, который, грубо говоря, сидит, кушает кашку, да, условно, если говоря. Что-то моего потомка так раз открывает пространство и тебя смотрит. О, брател, ты не туда идешь. Ну-ка. И черту тебе нарисовал. О, молодец, наткнулся. О, влево пошел. Ну, все, замечательно. Так, а ты помоги ему иди сюда. Все, отлично. Пространство закрыл, дальше кашку кушает. Для него это как бы, ну, даже не разминка. Это, ну, игра такая вот, ну, просто не занимается. Понимаете? А в этот момент, когда он рассказал, вот так стояли. Да? И когда он сказал, пошел, пошел, бац, вдруг почему-то защита оказалась какая-то в виде стены, там, или кто-то гаишник говорит, сюда не езжай, вон туда езжай. Сюда не ходи, туда ходи, снег в бачках пойдет, совсем мертвый пич, да? Вот из этой же серии. Понимаете? Поэтому, а что мне рассказывать о богах, о том, как они там живут, если мы это понять не сможем? Ну, да упрощенно могу сказать. Планшеты у многих есть, видели такие планшеты есть, да? Вчера придумали. Ну, видели, да? Планшеты вот такие там. На их писать можно, не телефонный, вот, телефон есть, а есть планшет побольше. И вот там можно рисовать, писать, а еще некоторые игрушки туда запихивают. Человечки там ходят. И вот, значит, представьте себе, что они, эти человечки, которых вы видите на плоскости, они себя там ощущают в трехмерном пространстве, как вы себя ощущаете в трехмерном пространстве. Но вы их видите на плоскости. И вы можете нажать паузу, и не остановились, ускорить, начать игру заново, даже есть игры, которые сохраняют, и потом возвращаетесь назад с какого-то определенного места. Вот вы по отношению к ним Бог, управляющий всей цивилизацией, или каким-то одним персонажем, или всей цивилизацией, которую сами можете построить. Вот планшет в данном случае является очень хорошим представлением о том, как соотносятся боги хотя бы или сущности чуть-чуть высшего уровня, где есть многомерка более интересная, чем у нас, по отношению к нам. Так же, как вы соотноситесь к игрушкам. А представляете, я же указал-то уровень еще выше. Это же не уровень, там, восьмерка или шестнадцать. Я указал уровень еще выше. Что же там-то происходит? Что об этом говорить? Давайте хотя бы подумаем о своих полузадьях. Давайте хотя бы и в полушариях превратим. Давайте хотя бы вот отсюда уберем и отсюда уберем мусор. Вот о чем идет речь. А у нас, опять же, из-за страха, что мы чего-то не знаем, мы начинаем думать о том, что нас вообще не касается. О чем-то божественном, о богах, а как они там живут, а что они там делают, а боятся они, не боятся, а если там смертные... О чем ты думаешь, ты еще с этим не разобрался? Что же за детский сад? И вот это, кстати, эти мысли вызываются тоже страхом. Почему? За кумирами часто, кумирами не в смысле ведическом, а кумирами вот этими звездами, которые там на гитарах или поют что-то, или еще там смешат всех. Почему к ним тянутся люди-то? Потому что они достигли чего-то. А если они достигли успеха, значит у них все хорошо. Значит у них и масло есть, и хлебушек есть, и блюдечек куда положить, и ножичек чем помазать. Все у них это есть. А значит, если вы поймете, как они этого добились, то там случая вам смертушка уже не грозит. Ведь все очень просто. Все сюда приходит. Нет ничего другого для физического тела. И страх физического тела мусорит в эту корзину. Почему? Потому что, почему глядцы журналы-то пользуются спросом? Да потому что там показаны вот эти сияющиеся небожители. И мы хотим так же жить, как они, говорят они. И себе журналы-то. Раз, 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 раз в голову. А они не учитывают, что это фотошоп. И они не знают то, что они там рыдают, они спиваются, они там на наркотиках сидят. Глянятся, вот на то и глянятся, чтобы сделать это представление о жизни. И вот как раз мы себе вот эти вот канальчики-то и забили. Рыдовая связь забита. Наша задача сейчас. В первую очередь начать жить трезво. А трезво это означает не только перестать употреблять лукашню, но и не курить, не нюхать ничего. Не употреблять бранные слова не к месту. Существуют ругательные слова, существуют матерные, существуют бранные слова. Это разные вещи. К месту можно? Можно? Нужно. Нужно. Дорова. То есть, если вдруг... Ну, дай такой пример. Все люди взрослые. К примеру, если мама своей дочке, которой замуж живут, говорит, иди на. Это будет ругательно? Это будет задание. Это посыл. Это посыл, правильно. Это матерный посыл. Внуков хотят. Заняться этим делом продолжение рода своего мужа. Внуков не пора. А вот если мужчина говорит мужчине, иди на. Вот за это рог надо сразу пить. Потому что из этого ничего хорошего не получится. Детей не будет. Детей не будет. А у нас продолжение рода. Ту-ру-ту-ру. И это... Да. И тарарараратаратам. И все. Понимаете? Бранное слово. Это когда... Ах ты такой! И там как маханул на правом улочке. Как маханул на лево переулочек. То это бранное слово. На брани. Браниться, вериться. То есть каждое слово к самому месту. Каждое слово является образ. Ну еще такой пример. Когда в деревню часто приезжаешь. Да, и в деревню сейчас везде. Стоит мужик, другой мужичок, третий. Они между собой разговаривают. Ну какие-то там слова. Они не ругаются. Они просто так говорят. На стройке часто говорят. Прорабы так часто говорят. Я спрашиваю. Ты зачем ругаешься? Я... Ну ты вот это... О, это чего ты? Я просто разговариваю. Говорю, стоп. Хорошо. Но ты представляешь, что это такое? Ну конечно понимаю. Все здорово. А ты видишь, что вокруг тебя дети бегают? Да ничего. Я говорю, ну подожди. Вот представляешь, здесь мальчики, девочки бегают. И ты вот употребляешь это слово. Мужское достоинство. А у них это образность работает. Это все равно, что ты говоришь, говоришь. Потом раз штаны снимаешь. И мальчик и сюда. Бац! Девочки писают. Бац! Его. Но у нее же образ работы. Она же это все представляет. Это потом для нее смешивается. Она становится безобразная. Потому что образы такие невозможно принимать. Это становится для нее нормой. Жизнь. То есть безобразие. Наша задача это не делать. И говорят, представляешь, что ты делаешь? Ты своих детей и детей соседей просто вот этим тычешь в голову. В глаза, в уши, куда угодно. Что же делать? У него образ не работает. И все. Нет, образ работает изначально, а потом перестает работать. Тому человеку, который это употребляет, уже образ не работает. Правильно. Но это дает возможность, опять же, через то, что я сказал, представить, что ты делаешь с детьми. И многие перестают этим заниматься. Понимаешь? То же самое, как трезвый человек, который не просто язвенник, поэтому он и трезвенник. Потому что он просто трезвенник, он понимает, что это такое, или не курит. Когда он приходит там, где думают выпить, с ним как-то некомфортно становится. Люди как-то наливают, а косятся, а он-то не пьет. Первый раз некомфортно, второй раз не очень. А третий раз, если понимают, как-то и пить в этой компании не хочется. Им. Вот обращаем на это внимание. И не хочется пить. Первый раз они так это, второй раз через силу, а третий раз не хочется. Тем более они видят, что ты нормально общаешься, ты и так веселый. То есть хорошо. Вот завязывая просто эту тему, заканчивая, да? То есть давайте все-таки не будем задавать вопросы о чем-то таком. То, что вас не касается, то, что вы не можете изменить. И говорит больше о том, что вам необходимо изменить. И не просто говорить, а делать. Так, еще вопросы есть? Алексей, Инна Минзовна. Инна. Скажи, пожалуйста, ты обещал, в начале своего выступления, как остановить мысли, подсказать, чтобы можно было легко войти в это состояние? Плохие мысли? Любые. Любые. Любые мысли вообще. Любые. Ну, я понимаю, что... Как раз болтуна в голове. Нет, болтуна в голове, да. Пользоваться, научиться тогда, когда нужно, и отключаться тогда, когда тебе это не надо. Ну, я сказал, что не в этом семинаре расскажу, потому что это отдельная история. А так вообще все работает, опять же, на образах. Образ есть мысль, мысль создаёт образ. Поэтому здесь можно просто научиться, как же делать, но надо немножко времени побольше. Ну, что ты хочешь сказать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова